В номинации «Сделано в России» представлены телеканал «Первый Мытищинский город Мытищи» с работой «Киберлюди». «Сделано в России» – это только первая номинация, в которой телеканал «Первый Мытищинский» назван в числе лучших. Работа Аллы Сталаевой не оставила равнодушной никого из членов жюри. «Киберлюди» – это фильм не только о тех, кто не сдается, несмотря на самые трудные жизненные ситуации, но главное – о тех, кто помогает сделать полноценной жизнь особых людей. И сделать это настолько качественно, что сомнения о способности наших предприятий к импортозамещению развеются сами собой. Следующая номинация, в которой мы победили – бренд региона. Фильм «Дарья Ильинская» о театре «Фест» рассказывает о традициях лучшего в Подмосковье театра. Его артисты радуют зрителей уже почти три десятка лет. Создав театр, творят и прославляют родной округ. Все это по достоинству и оценила конкурсная жюри. Важно, чтобы то, что мы делаем, чтобы это было в радость зрителям, чтобы зрители были тоже членами вот этой вот большой семьи, которая называется «Фест». И третья победа – в номинации «События года 2017 год экологии в России». Здесь жюри отметила работу Сергея Берзина «Бобры в городе». Я очень надеюсь, что подобные работы будут как-то чаще все-таки появляться на центральном телевидении для восприятия людей, которые проживают в так называемых столицах. Ведь вы знаете эту пространство. И Москва, и вся Россия. Это в точности говорится и о других крупных городах нашей страны. Но в целом вот эти работы позволяют все-таки более полно понять, чем мы живем, кто у нас живет. Войти в топ-5 лучших фильмов страны – это большое признание и большой успех для крупных государственных телевизионных компаний. А для небольших муниципальных каналов – это особо значимое событие. В этом году на Всероссийский конкурс «Федерация» поступило более 200 заявок от 70 ведущих телеканалов страны. Это здорово, что региональные компании поддерживают таким вот образом продвижение российских региональных правил. Это то, что так необходимо нашей стране, так необходимо ее развитию, тому, чтобы мы знали о том, что происходит в самых отдаленных уголках нашей страны. Конкурс проходит при поддержке Совета Федерации и Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, оценивает работы жюри, в состав которого входят общественные деятели, известные журналисты и медиа-менеджеры. И оценка таких телевизионных метров – это признание высокого уровня. Я хочу поблагодарить свою команду, с которой мы смутим в одну сторону. Я хочу поблагодарить своего директора, который дает нам свободу в творчестве. Я хочу поблагодарить Игоря Матонского за возможность на такой широкой платформе представлять наши работы. И великого Вауева за надежные тела. Телевизионный конкурс «Федерация» впервые состоялся в 2015-м и был задуман как платформа для развития регионального телевидения и реализации программ социально-экономического развития регионов России. Нам приятно быть в лидерах. Мы рады, что об уникальных людях и традициях земли Мытищинской узнают жители всей нашей необъятной страны. И приглашаем к созданию совместных проектов вас, уважаемые телезрители. Если у вас есть интересные темы, и вы готовы о них рассказать, мы готовы творить вместе с вами. Юлия Федериненко, информационная программа «День». Юлия Федериненко, информационная программа «День».